В администрации Кунгура чествуют лучших из лучших. На торжественный прием главы города получили приглашение ветераны спорта и начинающие спортсмены, опытные тренеры и те, кто делает в этом направлении первые, но уверенные шаги. Сегодня на территории города действует более 80 спортивных сооружений. Это спортзалы, бассейны, стадионы, различные спортивные площадки, лыжная база и многие другие. Этим летом список пополнится еще несколькими объектами. И на будущее у руководства города курс на развитие спорта. Нам пообещали выделить деньги, мы этим же занимаемся, на реконструкцию нашего главного стадиона, сдаем труд, сумма зачитана с лаврика миллионов. Мы готовили документы. Когда приезжал губернатор Дмитрий Николаевич Вахонин, мы поговорили с ним о том, что там и школу какую-то хотели делать и так далее. Но я очень рад, что губернатор поддержал идею нашу, ну, наверное, не идею, наверное, правильное направление, да, о том, что стадион – это и есть стадион, и он должен выполнять те функции, для которых он предназначен. То есть мы сошли с едином мнении, что это спортивное сооружение, будем так говорить, для каких целей оно предназначено, для каких целей оно и должно быть. Поэтому могу вам точно сказать, что кроме спортивных сооружений, каких-то тренажеров и так далее, на этом стадионе больше ничего по стране устроиться точно не будем. Мы будем участвовать с вами максимально во всех проектах, на создание новых объектов. И пусть даже все наши мечты, которые сегодня кажутся, может быть, неизбыточными, они обязательно воплотятся в жизнь. Ну, а всем нашим кунгурикам, всем нашим профессиональным спортсменам и тем, кто делает первые шаги, я желаю новых побед, новых рекордов. Ну, а нам с вами? Пусть каждый день все будет больше повода для гордости за наших спортсменов. С праздником! Не исключено, что в Кунгуре все же появится и свой ледовый дворец. Как рассказал Вадим Лысанов, заявку на его строительство приняли, но пока еще не рассмотрели в компании «Лукойл». Спортивные объекты в Кунгуре востребованы, и это главное. Мы сегодня говорим очень много слов благодарности в ваш адрес. Благодаря вам, я еще раз говорю, спорт в городе развивается, и не только в городе вовлекается молодежь. И мы понимаем, что вы вкладываете в это свою душу время, ну и, конечно, то желание, по большому счету, которое вы должны вкладывать. Благодарственными письмами отмечаются все присутствующие. Отдельно подчеркивается роль молодых руководителей и тренеров, которые радеют за спорт душой. И пусть в этом году отметить День физкультурника соревнованиями не получилось, кунгурские спортсмены не унывают. Они продолжают тренировки, чтобы после окончания пандемии снова громко заявить о себе за пределами Кунгура, Пермского края и, возможно, России.